о боги как он пахнет друзья сегодня готовим очень простой рецепт кекса сегодня решил поделиться вот такой рецептуры глядите какой яркий красивый сочный кекс готовим его со вкусом лимона также у нас здесь будет манго глазури из лайма и очень незамысловатый декор и сублимированных ягод его можно заменить на что-то другое этот рецепт очень простой готовьте обязательно с нами отмечайте нас в комментариях пишите если остались у вас какие-либо вопросы ну давайте приступим начнем с приготовления теста тесто здесь достаточно простое нам потребуется планетарный миксер будем взбивать сейчас яйца с сахаром до пышной массы на максимальных оборотах где-то на шестерке будем 6 минут 7 взбивать помещаем сюда яйца сахар сразу же весь закрываем и включаем ну а пока у нас взбиваются яйца не тратим время нарезаем а наша манго и сделаем цедру постелим влажную тряпочку чтобы не скользила наша доска и будем нарезать ножом порубим все это на произвольный кубик манго дает приятную кислинку но и такую сбалансированную сладость очень интересно будет смотреться в самом тесте воспользуемся теркой натрем цедру белите обязательно именно цедру не трогайте светлую часть потому что она будет давать горечь снимайте только вот эту яркую поверхность сбили все в хорошую такую пену смотрите какая консистенция получилось цукаты цедру все подготовили отставили немножко в сторону в эту пышную массу нам теперь необходимо добавить муку с разрыхлителем мы также добавим туда соль но предварительно это все сейчас мы объединим просеем лист пергамент это очень удобно чтобы потом перенести в дежу нам потребуется какое-либо сито смешиваем сначала все вместе сразу же я думаю что добавлю сейчас сюда небольшое количество специи такой как куркума она не имеет какого-то очень сильного вкуса она достаточно полезная и в нашей рецептуре она даст нам очень приятный цвет который будет символизировать наши вкусовые сочетания и все вот это вот мы просеиваем дальше я буду пользоваться вот такой насадкой она идет в комплектации у cooking шефа но в целом если вы не пользуетесь этой техникой вы можете перемешать это силиконовой лопаткой методом снизу вверх аккуратно до вмешивая сухие ингредиенты я же буду пользоваться такой лопаткой она все хорошо объединяет она немножко айвирует и как будто бы немножко перетирает те части которые у нас там бывают комочки какие-то попадаются все она делает гладким немножко расскажу про то что мы будем вовнутрь вкладывать как показал мы будем использовать мангос спелый манго он сушеный с небольшим количеством сахара видимо в сиропе готовился вот можно очень хорошо сюда подойдет и взять какие-то другие цукаты да можно самим их сделать можно купить то что есть в магазинах очень хорошо подойдет имбирь да в таком же виде он тоже продается он подчеркнет все остальные вкусы у нас есть небольшое количество лимонного сока мы сразу же при замесе будем это добавлять сначала вводим нашу муку с разрыхлителем и солью немножко куртимы вот так вот складываем и потихонечку на первом обороте добавляем нашу смесь по чуть-чуть вводим чтобы все она хорошо объединилась чтобы масса была гладкая красивая добавим сок добавим сливки жирностью 33 35 процентов они должны быть комнатной температуры также пока все у нас перемешивается у нас есть сливочное масло его нужно растопить подогреть в микроволновой печи до 50 градусов растопили подогрели и тоненькой струйкой вводим наше тесто можно сделать скорость немножко повыше и на финальном этапе вводим нашу цедру и наши цукаты добавляем сюда наше тесто готово давайте посмотрим на его консистенцию вот такое вот красивое оно получается такой вот красивый цвет получился который будет очень хорошо подходить ко всему остальному куркума именно дает его не нужно использовать никакие красители ничего но и без куркумы можно обойтись конечно же будем использовать такую самую простую форму она продается в любом супермаркете в большом сделаем французскую рубашку небольшое количество сливочного масла протрем все стеночки дно теперь нам потребуется небольшое количество муки засыпаем сюда такими движениями распределяющими по всем поверхностям по бортам по дну проводим так вот отстукиваем и обратно можно скинуть нашу муку тем самым кекс у нас не прилипнет хотя в нем принципе много жиров но таким образом он действительно слегка выйдет из формы помещаем наше тесто в подготовленную форму смотрите какой консистенции какой цвет прекрасный можно воспользоваться кондитерским мешком но я не вижу необходимости тесто достаточно жидкая и она прекрасно распределиться само по форме а еще французы тащится буквально вот того как сносит крышу кексов да и и разрывает раскрывает этого можно достичь достаточно простым методом мы можем подтопить сливочное масло до консистенции помадки до чтоб она была как бы такое нежное тающее которое можно отсадить из корнета либо из кондитерского мешка и прям посередине мы утопаем как бы в нашу массу тесто до делаем такую полоску при выпекании масло сильно подогревается да и она как выворачивает верхушку тесто вот так вот они пользуются ставим сейчас наше тесто в духовку при температуре 170 градусов кекс будет выпекаться минут 40 а может даже чуть побольше все зависит от духовки используем конвекцию и давайте готовить ну что наш кекс испекся аромат стоит на весь дом безумный пахнет и лимоном и кстати манго тоже чувствуется мне это кажется очень приятный цвет посмотрите какой даже разрыв получился сам по себе без добавления этого масла которым я рассказывал давайте убедимся что наш кекс готов проверяется это достаточно просто помещаем шпажку в самый центр даем буквально одну секунду 2 и смотрим шпажка если чистая на нее ничего не прилипает значит у нас все готово ну а пока отставим наш кекс в сторону пусть он немножко подостынет чтобы могли его комфортно вынуть а в это время мы сейчас с вами приготовим лаймовую глазурь я уже давно не покупаю в магазинах сахарную пудру готовлю сам потому что у меня есть такая вот чудесная насадка она очень удобно это мульти измельчитель в нем молят кофе специи делают маленькие ну небольшом количестве пасты если это необходимо для рецептуры общем выручает она меня давайте приготовим сахарную пудру пересыпаем сюда сахар закрываем нашу насадку также потребуется кукинг включаем его в верхний разъем вставляем наш наш мульти измельчитель и включаем максимальную скорость до того момента когда у нас не образуется пудра буквально за минуту получаем однородную пудру очень удобно а еще удобно в том что они предусмотрели такую классную штуку есть крышка баночки конечно не одни и мы вот можем сделать поставить также хранить для там может быть сахарная пудра с ванилью либо с той же центры и как добавка в какие-то бисквиты еще куда-то незаменимая вещь нам потребуется теперь не буду пачкать миксер будем использовать такую маленькую вещь будем использовать погружной блендер и что нам теперь потребуется нам потребуется небольшое количество лаймового сока мы будем использовать немножко воды все это смешиваем все пропорции вы можете посмотреть в описании к этому видео потому что некоторые подписчики задают такой вопрос все конечно прекрасно ложка этого это с этим это то а если подробные рецепты рецепты всегда написано в описании смотрите вот начинаем все это хорошо взбивать вот такая вот глазурь у нас получается а я еще немножко повзбиваю чтоб она была более однородной и можно будет сервировать наш кекс все у нас готово давайте украшать вынем из формы наш кекс оба получился он хорошо пропекся какой разрыв получился посмотрите немножко подостыла и можно выкладывать нашу глазурь она будет немножко стекать но это придаст ей дополнительной красоты и посмотрите как украшаем малины и малины сублимированные у нас ее можно прямо так поломать на кусочки она полностью высушена она даст дополнительного вкуса аромата немножко кислоты конечно в общем она очень интересно смотрится в этом блюде ну также вы могли бы украсить кусочками манго конечно же можно просто смазать нейтральной глазурью которая даст еще дополнительный блеск пропитает немножко и сделает более сочным кекс можно этот кекс пропитать сделав сироп к примеру с коньяком до пропитать его дать немножко постоять чтоб вот он был такой прям сочный надеюсь этот рецепт вам пришелся по душе готовьте обязательно отмечайте нас пишите в комментарии если у вас остались какие-либо вопросы конечно же подписывайтесь на наш канал потому что будет очень много классных видео до скорых встреч вот такая сочная красота очень яркая супер